Всем привет! Сегодня мы на стендапе Данилы Поперечного, который приехал к нам в Казань и пустил нас за свою сцену. Сейчас здесь никого нет. Вот здесь будет проходить сам стендап. Сейчас покажу вам людей, которые ждут. Блин, тут не видно, но они где-то там. Пришел! А кто летел? А кто тракается? Никто! Никто! Третий герой канала, наш братан! Тигр! 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 Ну-ка, дэв! Ложись! Дэв! Дэв! Бэм! Ааа, сука, еще раз! Бэм! Ааа, вот так вот нахуй. У меня третское дитяло. Бэм! Ну-ка, дэв! 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 Нет, не бэв! Покажи ей дэв! Покажи ей дэв! Покажи ей дэв! Нет, давай! Ну-ка, раз, два, три! Бэм! Привет, в общем, стой. Привет, вот ребят, с тобой только что говорили. Вопросы будут немного другие, наверное. У нас интересует, знаешь, что у нас на канале такая проблема, мы никак не можем удержать аудиторию. Что ты можешь посоветовать? Мы хотим тоже юмор, как бы с юмором все это делать весело. И вот как ты считаешь, как нужно вообще удержать аудиторию? Не знаю. Это то, что его офис находится именно здесь. Мы сейчас пройдем буквально несколько домов и попытаемся все-таки попытать свое счастье и застать его у себя в офисе. Че ты снимаешь, я сбиваюсь вот так, понимаешь? Тебя, тебя! Пошли нахуй, че вы хуйней страдаете? Почему ты не страдаешь? Я вот че-то говорю, стараюсь, блядь, ты сидишь ржешь, ой, салам, он там че-то болт какой-то снимает. Всем доброе утро, че за... Какое его утро? Вырезали бы, просто я стою, стараюсь че-то делаю, че вы ржете, блядь? Может, я могу вообще нахуй ничего не делать? Снимай, давай, блядь, ты будь, дай сюда. Вообще не знал. Я не знаю, типа, я... Как я тебе могу дать совет? Я же не смотрел ваш канал, я понятия не имею, в чем специфика. Если б я, типа, за вами давно следил, я бы мог, наверное, сказать, блядь, пацаны, от вас отписываются или там не смотрят, потому что вот поэтому, поэтому, поэтому. Хазаев, я всегда... У меня есть два, как бы, таких правила, которыми я руководствуюсь, когда я делаю видео. Первое, это типа, посмотрел бы я этот ролик, если б я наткнулся на него сам, если б не я его снимал. И всегда пытаюсь удивлять зрителя. Вот такое зрение. Хорошо. Типа, качественно, именно, как сказать, и визуально, и смыслом, ну, смыслом, короче, сценарием. Я понял. Ну, в общем, это не просто, я так полагаю. Да, это, блядь, движение на ощупь все время. Вот еще есть такой вопрос, мы из города Казань, как бы, здесь, да, живем, и у нас стоит выбор между тем, развиваться на наш конкретно город или на всю Россию. Считаешь ли ты сначала свой город нужно охватить? Блядь, заткнись нахуй. Не ругаемся, я просто обиделся. Заткнись нахуй. Заткнись нахуй, заткнись нахуй, заткнись нахуй. Вы все заткнитесь нахуй. Что ты делаешь? Я хочу попку твою снять. Зачем? Смотри, какая задница охренеть. Пришли мы все-таки дождаться и попробовать эти Блэкстар бургеры. Интересно очень. Несмотря на то, что очередь, до сих пор очередь, мы думали, давно уже нет такого. Хотя очень хотелось. Я не гожу, но не гожу. Что ты сказала? Там идет топ-пас. Ты звонишь ко мне? Мельчон. Можно с тобой поболтать? Привет. Расскажи, почему ты вот так выглядишь сегодня необычно? Ну, знаешь, это на самом деле мой дом. Я тут живу в Хорстоне. Поэтому я всегда так живу. Для меня это необычно. Нет? Толку нет в этом никакого. Типа, ты зачем-то заранее обрубаешь себе зрителей. Ты говоришь, это тема сугубо внутричерок для казанцев. Это ли они такие, типа, ну ладно, и нахуй нам это смотреть. Ага. Понял. А вот что ты скажешь по поводу репам? Куда нужно вообще вкладываться, чтобы репамировать свой канал? Или просто... Чтоб тебе объяснить, как бы, я за всю свою длиннющую карьеру на Ютубе, я там работал и на Еве, блядь, и на Лайму сделали мы в свое время. Я ни копейки в рекламные посты и в раскрутку не вложил. Ни хуя вообще. Да ладно. Единственное, во что я вкладывал духуя бабла, это техника. Камеры, всякое оборудование, освещение. То есть, делал контент, а люди тебя сами находили, да? Понятно. А вот немного клип-лаки вот сейчас, точнее, о Дай Леща идет то, что... Оно закончилось вообще уже? И ты еще будешь участвовать? Нет, я все уже. Мы отсняли за два дня весь сезон. Вот. Особенно здесь иногда проходят какие-то выступления, я не знаю, о чем они. Ну, вот иногда прям питаю билеты. Ага. Вот и все. А почему ты вот выглядишь так необычно довольно-таки для общей атмосферы? Это твой стиль какой-то, твоя позиция? Нет, знаешь... Ты что-то приготовил для нас интересное, может быть, что-то необычное так пришел? Пока никто не знает. Выгляжу я вполне обычно, как бы... Ты можешь ходить дома у себя, как в трусах, так и в шортах. Вот так и я хожу у себя дома, в хорстане, собственно. Ага. В палате и в пакете. Ага. Ну, ты на стендап пришел, на Хларино, да? Я зашел на какое-то выступление, которое здесь должно быть. Вот. Вот ты и все. Всем привет. Мы сегодня в очередной раз в батутном центре. Попробую разучить какие-нибудь новые трюки. Блин. В общем, нужно было брать на полчаса, а не на целый час. Уже позвоночник, ловит конечности болят, поэтому мы скоро пойдем. Вот, и все. Я, блин, хочу, если мы будем делать когда-нибудь еще один сезон, мы надо, блин, сделать лучше, потому что... Интереснее, потому что из-за того, что мы не очень успели подготовиться, это снова сезон с кривляниями. Потому что мы пробовали писать шутки, шутки друг друга не смешат. А, да, ну то есть там сейчас в основном крики какие-то? Да, да, неожиданные две, это как бы и мицелия. Я хочу в новом сезоне сделать больше абсурдных приколов, нанять дополнительных актеров, чтобы я просто, не знаю, убирался с Ильичом, типа, да, Ильича, и сзади уходила толстая оперная певица и делала... Это было бы уморительно, вот, делать такой, типа, перфоманс. Ну-ка, еще раз. Пэм! Не-не-не-не-не-не. Смотри, смотри внимательней. Ну-ка, еще раз. Давай. Раз, два, три. Пэм! Папа, нет, ты быстрее должна. Это делается быстрее. Быстро, еще быстрее. Что за, блин, дагестанский, дагестанский? В смысле, дагестанский, дагестанский? Они тоже так все. Я знаю, что ты не радуешь. Они так не делают. Ай, если ты из Дагестана и придумал дэп. Давай, Кайт, как одеть черчатку. Нужно развернуть черчатку. Говори, не одевать, да? Одевать, да. Там не так ощущение, что руки они не помещутся. Не, это с такой. Не впервые черные перчатки одевают. Ну да, я-то привык перчатки черные носить. Ха-ха-ха. Как ты относишься к блогерам украинским, например, какие-нибудь? Можешь их видеть? Нормально. Типа, их не так много. Я могу сказать пример, а ты скажешь. Например, Паша Бумчис, знаешь такого? Ну, знаю. Нет, это пиздец. Я могу сказать, ну что. Его зрители называют супергерой. И если они считают, что это супергерой, ну, видимо, это супергерой, которого они заслуживают. Ха-ха-ха. Пиздец. Ну, я сначала агрился на него, думал, блядь, какой же имбецил ебаный. А потом забил болт. Типа, ну, хрен с ним. Естественно, что он меня раздражает, тем, что он беспокоит других людей, которые заняты своей работой. Меня больше всего бомбило, когда он приходил, блядь, в какой-нибудь торговый центр с ножом большим. И охранники говорили, вам вы в курсе, что это нельзя сюда проносить? И они до них доебывались просто за то, что люди, блядь, свою работу делают. Ну да, ну да. А в остальном, да пусть нахер деградирует. А то он скоро все о нем забудут, потому что, ну, невозможно все это... А можешь ты кого-нибудь выделить из русского ютюба, кто вот сейчас пока еще не стрельнул, но и ты его знаешь, и, то есть, у которого хорошие амбиции, может быть, там, которые... Хер его знает. Я в последнее время перестал мониторить, знаешь, там, типа, эти юные таланты. А ты знаешь только паблик в ПШ? Да, знаю. Как ты как-то могу описать? Обычно. Мне, я не сижу там особо, я знаю, что там Игорь Синяк всем руководит. Потому что он очень смешное чело в плане, типа, ну, камон, гигантский гей. Ошумолительно. Вот. Если передашь привет, то бышать, а там запостить. Да нахуй надо. Типа, я... Я же не гонюсь за говном, типа, за популярностью. Мне приинтереснее делать свое и посмотреть, а это будет вообще пользоваться популярностью. Если бы тебе поставили выбор, ты сейчас остаешься на ютюбе, или тут делаешь только стендап, например, там, на ТНТ, ты бы что выбрал? То есть, либо ты закрываешь свой канал на ютюбе и уходишь на ТНТ работать. Да, остаюсь на ютюбе. Останешься на ютюбе, то есть, не продажься, там, во все дела. А что, я на ютюбе зарабатываю. Ну, то есть, я как бы делаю рекламу иногда. И на ютюбе у меня нет никаких рамок. На ТНТ у меня будут как-то платить, блядь. Ну, допустим, мне будут платить столько же, но у меня будут рамки. Я буду делать только, блядь, все в рамках одного, что нахер мне там надо. Спасибо, не буду тебя больше отвлекать. Спасибо тебе. Называй меня Hitman, трек Нош, и поэтому не Hitman.